В этом видео мы поговорим о тревоге, о панике, о страхах, как выжить в это время. Мне пишут очень многие сейчас, Алена, осветите, пожалуйста, видео, очень много вещей, которые идут вокруг, которые окружают и, соответственно, создают негативное эмоциональное состояние. И выжить в это время, когда есть паника, когда есть страхи, когда есть страх банкротства, страх облажаться, потерять деньги или потерять здоровье, или самое главное потерять время, то в эти моменты очень важно выживать именно вот такими простыми способами. Первый способ это заботиться ежедневно о своем здоровье. Несмотря ни на что, выбирать здоровую еду, двигаться, следить за сном и не следить за состоянием других людей. Не следить за новостями, не следить о том, какой вышел новый препарат, чтобы там что-то себе удалить или увеличить. Не следить за новостями врачей, которые тоже говорят многие вещи, которые приводят к тревоге. Если вы знаете о себе, что вы, например, такой себе еще и невротик, то для вас это противопоказано делать, потому что это все создает дополнительное напряжение и создает эмоционально-деструктивные отношения со самим собой. И вы начнете принюхиваться к тарелкам, к продуктам, к лекарствам, ну, в общем, ко всему, к чему раньше, возможно, вы этого не делали. И, соответственно, для того, чтобы выжить в это время без паники, без какой-то тревоги, без какого-то массового стрессового состояния, просто дать себе немножко отдохнуть. И такое тоже бывает. И в это сложное время очень важно выживать вот какими способами. Я, во-первых, чувствую свое тело, я забочусь о своем теле. Если мне плохо, я могу лечь в ванну. Если мне плохо, я могу себе накапать там ашваганду. Я шучу, как всегда, но это правда. В это время очень важно просто отделиться от всего. Вам нужно стать дизайнером, вам нужно стать, там, не знаю, матерью, или вам нужно убрать там своего, не знаю, друга из своей третьей линии. В общем, сейчас советчиков с экранов, с информационных потоков очень много. И человек находится в хроническом стрессе. Он даже не понимает, из-за чего начинается та или иная история. И он из-за этого может дополнительно испытывать какие-то негативные психоэмоциональные состояния. Соответственно, выживать в это время достаточно просто. Если вы чувствуете себя, чувствуете свое тело, понимаете, что вам интересно, следите за новостями только, которые ведут вас к какому-то когнитивному и физическому здоровью, а все остальное отметаете. И если вы умеете это делать, то, соответственно, у вас достаточно быстро будет результат. Результата нет там, где есть страхи, есть тревожность, есть повышенный страх и мнительность, повышенная зацикленность на своем теле или еще на каких-то своих проявлениях. Вот когда всю эту историю снять с себя, то человек начнет достаточно более-менее комфортно себя чувствовать. Пишите вопросы, вы на канале натуропатии и медицинской психологии. Здесь про здоровье, ментальное и физическое. Соответственно, никакой внутренней тревоги не должно быть, потому что вы здесь должны релаксировать.